Резкий скачок развития ребенка, что в 7 месяцев должен уметь делать малыш. Что должен уметь ребенок в 7 месяцев – вопрос, который несомненно волнует и вас, моя дорогая читательница. В это время, когда развитие малыша ускоряется, быстрые физические изменения, появление большого количества новых движений стимулирует возникновение социальных и эмоциональных навыков. Двигательная активность малыша. Существует довольно большой список того, что должен делать ребенок, когда ему исполняется 7 месяцев. К этому времени детки уже умеют ползать по-пластунски, делают попытки ползти на четвереньках, первые несколько дней, осваивая навык ползания – ваш малыш может ползать задом наперед, и это абсолютно нормально. Скоро он разберется с управлением своими ручками и ножками и будет двигаться как надо, некоторые детишки пропускают этап ползания. И сразу же пытаются ходить. Такое явление также не считается патологией. Новые шаги в физическом развитии ребенка в 7 месяцев могут стать для вас настоящим испытанием. В это время некоторые дети начинают вставать у опоры. При этом многие еще не умеют сидеть и садиться, поэтому, чтобы сменить положение, просто падают на спину. Запаситесь терпением и некоторое время не оставляйте малыша одного, скоро он научится безопасно менять положение. Узнайте из статьи, когда ребенок начинает ходить и джетти, и джетти, и джетти, кроха. Умеет сидеть без опоры в течение нескольких минут и пытается садиться. В положении «сидя» малыш принимает, сначала встав на четвереньки и потом присев на одно бедро. Можно немного потренировать ребенка и сделать с ним следующее упражнение. Ребенок лежит на спине, протяните ему свои пальцы, чтобы он схватился за них. Поднимите малыша в положение «сидя» и опустите обратно, повторите три раза. Если кроха хватается слабо, придерживайте его за запястье, плотно обхватывая ручки. Это упражнение нужно для развития навыка сидения и укрепляет все группы мышц. Развитие недоношенного ребенка в семь месяцев в физическом плане почти не отличается от развития рожденных в срок детей. Родителям, поторопившихся, малышей необходимо уделять больше внимания мелкой моторики, играть с детьми игрушками разной формы, размера и фактуры. Семь месяцев ребенку – время, когда он активно демонстрирует все, что должен уметь. Видео поможет вам сохранить в памяти все интересные моменты его взросления, умственное развитие и новые игры. Вот что умеет ребенок к моменту, когда ему исполняется семь месяцев – брать игрушку правой и левой ручкой, перекладывать из руки в руку, держать предмет обеими руками, бросать, брать и отдавать его по просьбе взрослого, находить спрятанную под салфеткой. Или по крывалам игрушку, стучать двумя погремушками друг об друга, ломать или разбирать различные предметы, нажимать кнопки. Стучать по клавишам музыкальной игрушки, хлопать в ладоши, перелистывать книгу с толстыми страницами, показывать пальчиком. На вещь, до которой он хочет дотянуться, прятаться на плечи у мамы. Продолжается развитие мелкой моторики. Малыш может брать в кулачок мягкие шарики и складывать их в круглые отверстия. Можете взять любой сортер и дать ребенку тканевые помпоны и кусочки любого мягкого материала, либо небольшие мягкие игрушки. Он с удовольствием будет проталкивать их в отверстия сортера. Седьмой месяц развития крохи – время, когда он проявляет интерес к столовой посуде, и может подражать вам и пробовать ковырять еду ложкой. Пока маленький человечек еще не способен хорошо координировать свои движения, поэтому готовьтесь к тому, что все вокруг будет испачкано пищей. Читайте статью, чтобы узнать, как научить ребенка кушать самостоятельно и джетти, и джетти, и джетти, но не стоит забирать у малыша ложку, пройдет еще немного времени, и развитие ребенка приведет к тому, что он научится кушать аккуратно, пусть это случится и не в семь месяцев жизни, а чуть позже. В курсе «Азбука прикорма – безопасное введение прикорма» вы узнаете, как научить ребенка кушать аккуратно, привить ему правильное поведение за столом и научить кушать с аппетитом. Подробнее о курсе смотрите здесь и джетти, и джетти, и джетти – самостоятельные действия, необходимые для развития коры головного мозга. Если карапуз начал сидеть, то он уже может купаться в ванне сидя. Для страховки малыша можно приобрести специальное сидение. Деткам нравятся яркие плавучие игрушки, резиновые фигурки, в которые можно набрать воду и брызгаться. В этом возрасте малыши обожают слушать музыку. Хорошо, если у вас есть музыкальная игрушка, проигрывающая разные мелодии. Только выбирайте устройство с регулятором громкости и приятной тональностью, так как кроха будет включать музыку бесконечно. Для психомоторного развития ребенка в 7 месяцев будет полезно выучить с ним несколько легких танцевальных движений, хлопки в ладоши, если еще не умеет, фонарики, покачивание головой, повороты корпуса вправо-влево, когда детка сидит просто. Несколько раз продемонстрируйте эти движения малышу, и он с радостью будет повторять их за вами. 7 месяцев ребенку, самое время учить его танцевать, это то, что должны уметь и девочка, и мальчик. Деток очень интересует их отражение в зеркале. Они улыбаются ему, иногда даже строят рожицы. Желательно, чтобы зеркало было расположено так, чтобы малыш не мог самостоятельно добраться до него. Малыш уже способен стукнуть по стеклу тяжелым предметом. Умственное развитие ребенка 7 месяца жизни проявляется в интересе к окружающему миру. В особенности карапузу нравятся прогулки. Детки с удовольствием разглядывают кошек, собачек, цветы, птиц, облака. Хорошо, если мама при этом объясняет крохе, что именно он видит. Узнайте из курса простые секреты, как спокойно гулять с малышом и избегать конфликтов на детской площадке. Общение с другими людьми. Для психического развития ребенка в 7 месяцев необходимо, чтобы этот период прошел рядом с важным для него человеком. В этом возрасте у деток закладывается базовое доверие к людям, а мама является гарантом безопасности окружающего мира. В возрасте 7 месяцев малыш учится здороваться и прощаться, махать ручкой при встрече и расставании. Учите карапуза вежливости, всегда приветствуйте встретившихся вам людей и прощайтесь с ними, говорите «спасибо» и «пожалуйста». Если у малыша с самого детства перед глазами будет пример вежливого обращения, вам потом не потребуется дополнительно учить его правилам поведения в обществе. В этот период маленький человечек постоянно подражает взрослым. Малыш копирует их мимику, жесты, интонацию. Вы можете извлечь пользу из этой возрастной особенности развития ребенка, показывайте на своем примере, как нужно кушать ложкой, пить из чашки, махать привет, и пока, все это малыш в 7 месяцев уже способен освоить. Детки хорошо относятся к знакомым людям и настораживаются при человеке, которого видят первый раз в жизни. Чтобы помочь карапузу преодолеть этот страх, покажите ему свое расположение к новому человеку. Увидев ваши хорошие отношения, кроха растает быстрее. В 7 месяцев малышу важно не просто находиться рядом с близкими людьми, но и получать их одобрение. Когда хвалите деток, обязательно проговаривайте, чем именно они заслужили поощрение. Для развития целеустремленности малышу необходимо знать, какие его действия приводят к похвале. В 7 месяцев развитие коры головного мозга приводит к тому, что малыш понимает, о чем говорят с ним взрослые. Пусть пока на уровне интонации и отдельных слов, но это умение совершенствуется с каждым днем. Ваш кроха уже прекрасно понимает, что значит «нельзя» и может весьма бурно протестовать, когда слышит это слово. В 7 месяцев ребенку – время, когда дети разного пола имеют примерно одинаковое развитие, что должен уметь мальчик, то умеет и девочка. Речевое развитие вашего малыша. Карапуз продолжает произносить все новые и новые слоги. На 7 месяце жизни кроха начинает выдавать их сочетания, например, мопа. Крошка приходит в восторг от того, что может произносить разные звуки. В 7 месяцев ваш малыш уже умеет пронзительно визжать. Детки произносят слоги то громче, то тише, с различной интонацией. Когда разговариваете с малышом, ярко показывайте свои эмоции голосом и выражением лица. Так кроха быстрее научится выражать радость или огорчение. В 7 месяцев детки очень разные. Кто-то уже встает на ножки и пытается ходить, кто-то только начинает ползать по-пластунски. Отмечайте основные вехи развития вашего крохи, наблюдайте за ним, делайте больше фотографий. Ведь это время не повторится никогда. Почему дети плохо спят?